ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажем о страшных авариях на трассе. Погибли 4 человека. И аграрный талант в криминальном русле. Человек, видимо, сам употреблял то, что выращивал. В обычной казанской квартире обнаружили нарколабораторию. Это не только прямо сейчас. Кирпичный фронтон казанского авиационного завода рухнул сегодня днем на два автомобиля, припаркованные рядом со зданием. Один внедорожник Toyota Land Cruiser уничтожен полностью, другая машина, да и у Матис, была повреждена частично. Услышав громкий хлопок, работники учреждения выбежали на улицу. Понимая, что в салоне раздавленной машины могут находиться люди, они вызвали спасателей. Аэрод Назипов был на месте происшествия. Сразу после происшествия на место инцидента прибыли экстренные службы города. Рухнувший вниз кирпичный фронтон буквально похоронил под собой внедорожник Toyota. Спасатели не знали, есть ли в автомобиле люди, и стали в первую очередь разбирать завалы. В какой-то момент они стали опасаться, что кирпичная кладка может продолжить обрушаться. Чтобы избежать жертв, работникам завода пришлось перекрывать доступ к зданию с разным сторон. Сюда людей поставьте, стена веще отошла. К счастью, ни одно из опасений не подтвердилось. В расплющенном автомобиле людей не было. По счастливой случайности, в момент обрушения рядом не было и прохожих. Поэтому никто не пострадал. Но кроме Toyota повреждений получил еще один автомобиль. За несколько минут до обрушения девушка-водитель оставила Део Матис около шлагбаума, перекрывающего въезд на территорию завода, и отошла буквально на несколько минут. Но, услышав грохот, вернулась на улицу. Уже вот это все произошло, то есть я не успела это заведеть. Как это было? Только увидела вот это. Не спугались с ними? Конечно, я бегом бежала, как могла. Здание было построено в 1937 году. Как нас заверили на предприятии, в следующем году заводы управления планируют модернизировать, и реконструировать, и превратить в современный инженерно-технический комплекс. Для выявления причин обрушения части крыши завода управления создана специальная комиссия. Идет осмотр поврежденного участка. Сумму ущерба еще только предстоит выяснить. К слову, на разбитом внедорожнике, по некоторым данным, передвигался директор предприятия. Восстанавливать автомобиль не имеет смысла. Айрат Назип, Азат Самигулин, Вызов 112. Азат Самигулин, Вызов 11. 17-летний водитель и 37-летний пассажир «семерки». Водитель «Хюндая» в тяжелом состоянии доставлен в республиканскую клиническую больницу. Еще два человека погибли в другой аварии, которая произошла на 38-м километре автодороги Азеева-Черемшан-Шантала. Там, по предварительной версии, грузовик «МАЗ», перевозивший камни, на высокой скорости выехал на встречную полосу. Затем потерял управление, опрокинулся и буквально раздавил легковушку. В результате чего от полученных травм на месте трагедии погибли 27-летний водитель и 51-летний пассажир отечественного автомобиля. Тела мужчин извлекли пожарные. Именно они при помощи спецтехники подняли грузовик и, используя гидравлический инструмент, разрезали смятую легковушку, достали тела погибших. После чего очистили трассу от разлившегося топлива. Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции и следственным органам. Мазда третьей модели влетела в забор, пытаясь уйти от столкновения с Део Некси на перекрестке улицы Тошаяк и Левобулачной. Японская иномарка в результате налета на ограждение сильно пострадала. Автомобилю понадобилась помощь эвакуатора. Мазда больше не смогла передвигаться своим ходом. Некси же получила менее значительное повреждение. По предварительной версии, водитель Мазды направлялся с Кремлевской дамбы в сторону Булака. Део уже ехала с улицы Кремлевской в сторону Тошаяк. Кто выехал на красный сигнал светофора, теперь предстоит установить автоинспектором. Автомобиль такси провалился в яму на улице Гвардейская. Инцидент произошел ночью, однако автомобиль вытаскивали только утром с помощью крана. По рассказам очевидцев, водитель Ки-Рио нарушил безопасную скорость и боковой интервал. Были ли в салоне пострадавшие, сейчас уточняются. Поставили точку в семейном финансовом споре, исчисляющейся десятками миллионов рублей. Сегодня советский районный суд Казани вынес приговор 50-летней Венере Набиулиной. Женщину обвиняли в мошенничестве на 29 миллионов рублей. Следователи доказали, она брала крупные суммы родственников и друзей и возвращать не торопилась. Всего их деле фигурировало 6 потерпевших. Однако они уверяют, что обманутых, как сумма причиненного ущерба, может быть намного больше. Подробности в материале Рамиля Шайдулина. Я себе не издевался, но никогда в Казани не были бы. Я вам помог в участковой милиции поступить. Семейный конфликт начался еще задолго до судебного процесса. По рассказам потерпевших, среди которых родственники и друзья подсудимые, женщина брала у них деньги в долг с 2014 по 2016 год. На развитие бизнеса кому-то обещала вернуть сумму с процентами, а кому-то без. Венеру Набиулину знали как успешную бизнесвумен, а поэтому деньги ей доверяли без вопросов. Появились они позже, когда заемщики не получили свои кровные назад. Первоначально я ей дал без процентов, но чтобы получить более крупную сумму, она предложила, говорит, вот давай так, я постоянно пользуюсь твоими деньгами, давай я тебе буду оплачивать 10 процентов, и ты, ну как бы, не заморачивайся. Шамиль Курамшин отдал подсудимой 6 миллионов рублей. Как рассказал мужчина, из этой суммы обратно он не получил ни копейки. И таких, как он, оказалось 6 человек. Один из них, согласно уголовному делу, лишился 19 миллионов рублей. Я так ее и спросил, куда ты девала 29 миллионов, она не дала внятного ответа. Спросила она на бизнес, но это ложь. В ходе следствия все ее вот эти лжеконтракты, они не подтвердились. Были сделаны запросы в те или иные организации, куда она якобы отправляла деньги. Они не подтвердили получение от нее денег. На защиту подсудимой встал ее супруг. Мужчина не считает свою жену виновной и во многом винит родственников. Отмечает, что в бизнесе она около 25 лет. Проблемы с деньгами начались со времен кризиса, однако долги выплачивала по мере возможностей. Она брала, она давала на предпринимателей. Она больше отдала, чем взяла. Знаете проценты какие? 10 процентов в месяц. Это сколько было? Вот. Было время, она в месяц отдавала 800 тысяч рублей только проценты. В судебных прениях защита добивалась оправдания, тогда как государственное обвинение запросило для подсудимой 6 лет заключения в исправительной колонии общего режима. Обвиняется Набиулина по статьям мошенничества в крупном размере и в особо крупном размере. Взвесив все за и против, советский районный суд приговорил Венеру Набиулина к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Кроме того, были удовлетворены 3 гражданских иска о взыскании из подсудимой 11 миллионов 900 тысяч рублей. Впрочем, такому итогу были рады не все. Обжаловать приговор намерена как сторона защиты, так и сторона потерпевших. По словам последних, они будут добиваться увеличения срока содержания под стражей. Также возможно, что после приговора в полицию обратятся и другие люди, доверившие подсудимой свои деньги. Рамиль Шайдулин, Айрад Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Плантацию марихуана обнаружили полицейские в одной из обычных квартир дома по улице Цертлановой в Казани. Информация о возможной нарколаборатории поступила стражем порядка от неравнодушных казанцев и решили проверить. И когда зашли в квартиру, поняли, что информация оказалась достоверной. Анна Граднова вместе с полицейскими удивилась аграрным способностям владельца этого жилья. У него цветение даже есть приблизительно 3 марта 2018 года. Росли растения хорошо. Урожай давали богатые. Для запрещенных культиваций в нашей стране растений 37-летний хозяин квартиры постарался создать все условия. Температура, влажность, освещенность. Растения отзывались ростом и плотной листвой. Вот в таких двух складных кабинках, оборудованных всем необходимым для высокой урожайности, полицейские обнаружили больше 20 кустов конопли высотой от 50 сантиметров и почти до метра. Полицейские установили, что подпольную лабораторию организовал 37-летний казанец. Ранее он же подпадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2014 году был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Кроме еще растущих кустов, стражи порядка нашли в квартире контейнеры для посовки запрещенного вещества и порядка 260 упакованных свертков с уже высушенным и готовым к употреблению зельем. Мужчина, видимо, и сам пробовал плоды своего труда. Человек, видимо, сам употреблял то, что выращивал. У нас здесь предметы сопутствующие, трубочки, баночки, измельчители. По результатам экспертизы масса изъятого наркотика в высушенном виде составила более 1 килограмма. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Анна Городнова, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет. Продолжение следует...